Партнер программы «Домашний зоопарк» – магазин экзотических животных «Братец кролик». Здравствуйте! Это программа «Домашний зоопарк» и я ее ведущая Елена Краснопеева. Сегодня мы с вами познакомимся с черным императорским скорпионом. Именно он частенько становится героем голливудских фильмов ужасов, а сегодня он в нашей программе. Что ж, едем знакомиться! Императорский скорпион Пандидус император – это эффектный, черный, иногда с зеленым отливом блестящий скорпион. У него 8 лап и массивные клешни. В длину скорпион может достигать 25-30 сантиметров. Самки крупнее самцов. Обитают на западе Африки от Сенегала до Габоны. Продолжительность жизни составляет около 13 лет. Этот вид вполне подходит для содержания в домашних условиях. Причем, возможно, и по несколько представителей в одном террариуме. Итак, мы в гостях у Александра. Здравствуйте, Александр! Вот вы владелец императорского скорпиона. Как оказалось, это не единственный зверь экзотический в вашем доме. Да, далеко. Да. Вот я смотрю, очень такая красивая экспозиция. Сами делали. Да, это полностью ручная работа. Хансмейт, как сейчас примет и говорить. Здорово. Начиная от самих банок, то есть стекла, крышки, подсветка, подогрев, декорация. Да, все сделано своими руками. Поверьте, выглядит все очень красиво, очень эстетично. И очень глаз радует, приятно смотреть. Давайте все-таки поговорим про скорпиона. Значит, императорский скорпион. Я, насколько знаю, это самый крупный вид скорпиона. Ну, да. Хотя здесь есть небольшой нюанс. Есть разные морфы, то есть, как бы, назвать подвиды скорпиона императорского именно. Есть лесной, есть степной. И они размерами отличаются. Ясно. Ну, вот сколько сантиметров ваш питомец? Ну, порядка 15-18, наверное, сантиметров. То есть, если вытянут кельсом, вперед к клещу, достаточно длинный, откормленный вид такой. Ну, то есть, он вырастет или уже все? Нет, этот уже не вырастет. Это уже взрослая особь. Дальше расти она не будет, только разве что вширь. Понятно. Сколько лет ему, получается? Три года. Девочки, взрослая. Ясно. Вот я вижу, здесь у вас представлены, я так понимаю, что это линька, да, была? Это различные? Да, это старые шкурки. Дело в том, что у скорпиона, как и у других насекомых, скелет не внутренний, как у нас с вами, кости, а снаружи мясо. Здесь все наоборот. То снаружи плотный защитный панцирь, скелет, и внутри все остальное. Для них это очень сложный период в жизни, где они могут не только расстаться с какой-то своей конечностью, а вообще с жизнью. Корпион линяет за свою жизнь 7 раз. Ну, в частности, этот вид. И сейчас он, получается, полностью готов разножить? Сейчас это ювенильная особь, то есть, это уже взрослый, половозрелый скорпион, который, соответственно, не расти, не линять больше не будет. Дальше живет до конца своей жизни и погибает. Этих скорпионов императорских, да, их часто снимают в фильмах ужасов. Вот они за счет своего размера, я так думаю, да? Еще из-за чего, как вы думаете? Действительно, из-за размера. Это очень яркий, красочный скорпион, выделяющийся из своих собратьев. Хотя, на самом деле, яд его нетоксичный. Взрослый человек переживет его совершенно без проблем, если нет, тем более, каких-то аллергических реакций. Единственное, чего стоит опасаться, это мощных клещней, потому что он достаточно может больно ими схватить. Совершенно миролюбивая его. Так, то есть, можно не бояться? Ну... Ну, вы на руки берете его? Ну, бывает, да, беру, хотя это как бы не рекомендуется. Не рекомендуется прежде всего из-за беспокойства к самому животному, потому что это доставляет стресс определенный. Понятно. Хорошо, я предлагаю нам сейчас немножко прерваться и узнать еще несколько интересных фактов о скорпионах. Далее рубрика ТОП Ньюс. Не переключайтесь. Скорпионы подслеповаты, хотя представители разных видов имеют от 6 до 12 глаз. Как же они охотятся ночью? А оказывается, на их лапках имеются чувствительные волоски, которые позволяют заметить жертву даже с расстояния 30 сантиметров. В 1995 году около 100 тысяч императорских скорпионов были экспортированы из Западной Африки. Так, сейчас они вместе с другими видами скорпионов занесены в специальный список СИТИС и находятся под угрозой исчезновения. Александр, продолжая наш разговор, к слову, об интересных фактах говорят, что скорпионы светятся под действием ультрафиолетовых лучей. Это так? Да, совершенно все скорпионы имеют такое уникальное свойство – люминисцировать в ультрафиолете. То есть они кардинально меняют свой цвет, это очень красиво. Современная охота идет именно так, что ночью с ультрафиолетовой лампой идут, светят, сразу видно на земле скорпионы. Это очень красиво. Да. А вообще в течение дня чем занимается скорпион? То есть что он сидит на месте? Вот я вижу, сейчас он замер, да? Ну, сейчас да, вот он как бы ищет себе место. Вообще скорпион – это животное ночное. Он проявляет активность свою ночью, выходит на охоту. День, как правило, он проводит в своей норе. В фильмах показывают, что они танцуют такой, знаете, африканский танец, так хвостиком потрясывают. Бывает ли, вот ваш скорпион исполняет такое? Нет, очередная какая-то легенда. Нет, такого не бывает. Танцы, скорпионы танцуют брачные танцы. Но все-таки есть, бывает. Ну, бывает, но не в том плане, как это показывают в фильмах, когда он готовится к атаке. Нет, здесь атака происходит молниеносно. Скорпион укусил, и все. Причем, вот я говорю, то здесь вот императорский скорпион еще отличается чем? Что он, особенно взрослый, он очень редко прибегает к тому, чтобы жалить. Он делает ставку на силу своих клешней. Так, ну вот вы сказали, что скорпионы это все-таки хищники. Получается, добычу они предпочитают есть еще, как сказать, тепленькой. Вообще, чем они питаются и как часто нужно кормить? Ну, питаются они мелкой живностью. То есть, в основном это насекомые. Насчет питания, вот еще как часто. Взрослый питается где-то раз в неделю. Маленькие, ну, 2-3 раза может быть. Хотя, совершенно без своего вреда для здоровья, без кого лет, может несколько месяцев обходиться без пищи взрослый скорпион. Александр, а какие нужны условия создать, чтобы вот скорпиону комфортно жилось? Тепло и влажность. Террариум должен быть немножко более широкий, немножко более длинный. нежели высокий, чтобы скорпиону было место, где ходить, охотиться. Свет этому животному совершенно не нужен. Это он нужен нам, чтобы мы его могли наблюдать. Вентиляция воздух. Да, вентиляция, чтобы воздух был, не застаивался. Из-за высокой влажности могут завестись паразиты. Скорпиону, конечно, желательно поилку. Он будет ходить в нее ночами купаться, ходить в воду пить. Самое главное – это не перегреть животное, потому что выше 30-32 градусов – это может быть смертельно для него. А часто ли нужно убираться в террариумах? Да, нет. Отходов от этого животного немного. Единственное, не нужно допускать того, что если пища не была съедена, ее нужно будет убрать. Очень интересно. Я предлагаю нам сейчас познакомиться и со вторым вашим питомцем, но это уже будет сразу после очередного совета по воспитанию собак. Далее рубрика «Дрессировка». Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем работать с портировочным предметом. У очень многих людей возникает такая проблема. Собака вообще не интересуется игрушками. Не хочет их брать, не хочет носить их. Сегодня мы вам покажем, как надо начинать работать с игрушкой. Прежде всего, обратите внимание, я предоставила достаточно большой набор игрушек для игры с собаками. Все они, как правило, должны быть мягкими, чтобы собаке было приятно их брать в пасть, пожевать. Кроме этого, у всех игрушек, которые я предлагаю, или практически у всех, имеются специальные приспособления в виде шнурочков, вязочек, петелек, с помощью которых вы можете поиграть этой игрушкой с собаками. Чтобы заставить или заинтересовать щенка в игрушке, вы должны ее оживить. Для этого используется такая вещь, как удочка. Ну, или, проще говоря, сидеть. Палочка. Вот такая палочка. На нее мы делаем веревочку. И сидеть. И привязываем эту веревочку к петельке какой-нибудь игрушки. Берем эту игрушку и показываем ее собачке. И начинаем играть. Хоп! 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 Она не может понять, что где. Вот тряпочка. Вот она. Хорошо! Молодец! Хорошо! Ай, молодец! Хорошо! Таким образом мы можем привязывать и играть с нашим щеночком любой игрушкой. Самый простой вариант сидеть. Когда вы делаете мешочек из какой-нибудь тряпочки. Вот у меня мешочек из джинсов. Ложите туда косточку. Или ложите туда, например, рубец. Привязываете веревочку и также играете, вот как я показывала, с собачкой. Как правило, сидеть. Собаки, если особенно она достаточно голодна, интересуются и начинают хватать. Впоследствии вы можете позаменить потом это просто тряпочкой. Итак, Александр, еще один очень редкий житель уландэнских домов. Это вот паук. Он уже готов нас встретить. Очень такой крупный, очень такой необычный, оригинальный. Что за паук это? Птицеед. Называется этот вид Брахипелма албаспелозум. Есть русское название также этого вида. Это беловолосковый паук. Понятно, почему так называется. Потому что все тело покрыто в волосках таких кучерявеньких. Брахипелма албапелозум. Паук-птицеед. Размером до 16 сантиметров в размахе лап. Основная окраска коричнево-черная. Обладает оригинальными кучерявыми волосками розовато-золотистого цвета, которые в случае опасности счесывают с брюшка. Обитают Брахипелмы во влажных тропических лесах Гондураса и Коста-Рики. Этот паук активен ночью и считается одним из самых популярных и неприхотливых содержаний. Давайте поговорим сейчас конкретно про этого паука. С какой возраст девочка это или мальчик? Эта девочка возраст 9,5 лет. 9,5? Да, 9,5 лет. Был привезен из Питера. С какого возраста вы взяли его? Я взял с возраста порядка месяц-два. Совсем крошечный? Совсем маленького паучка. Это где-то сантиметр паучок и вот выросла. Почему, кстати, можно определить еще, что это девочка? Самцы пауков столько не живут. Предельный возраст был бы года 2,5, ну 3,5 максимум при плохих условиях. Дальше самец погибает от старости, а самка к этому времени только становится половозрелой, чтобы брат с сестрой не давали потомство. Поэтому из одного выводка самки становятся половозрелыми, как правило, к тому возрасту, как самцы умирают от старости. У пауков возраст измеряется именно его линьками. То есть, если животное содержится в плохих условиях, редко линяет, оно живет дольше того животного, которое счастливо, которое много ест, хорошо живет, припеваючи, да, оно умирает от старости намного раньше. Чаще линяет, быстрее умирает. Ну, эти паучки, я читала, что они достаточно миролюбивые. То есть, их можно брать на руки, они не агрессивные. Ну, вот этот вид, это я бы рекомендовал его и везде рекомендуется. Как самый лучший вид для начинающих, как бы заводчиков, для любителей, кто хочет попробовать себя. Очень миролюбивый, вряд ли вас укусит. Вряд ли, вот это настораживает. Это все-таки хищник, у которого есть зубы, которые он может применить. Плюс ядовитая железа. Ну, это также, как бы, яд не токсичный, не смертельный, по крайней мере, для взрослого человека. Ну, вы берете на руки? Да, паука беру на руки. Тут еще главное правильно взять паука. Покажите, как правильно взять. Давайте. Они не прыгают? Данный вид нет. Паука нужно прижать и между лапами захватить. Все, паук не может ни выбраться, ни укусить вас. Его можно спокойно... То есть даже я могу себе взять? Да, пожалуйста. Мамочки. Такие легкие касания. Ну, если отвернуться, не похоже, что это паук. Просто как будто вы перышите. На самом деле, паук напуган сейчас не меньше вашего. Непонятно, кто кого боится, да? Ну, понятно, по-моему, все друг друга боятся. Здорово. Прямо как вот в кино показывают. Да, вот, кстати, я видел много фильмов, где показывают пауков, там, убийц, которые ночью нападают. И показывают все время вот этого паука. Пауки очень боязливые животные. И трусливые на большую жертву не нападут. Будут избегать всячески конфликта, уходить. Только мелкую, безобидную, та, которая не сможет им причинить вреда какого-то. Ну, а питаются чем они, чем кормить? Питаются так же, вот, как и скорпион, теми же кормовыми тараканами. Хорошо, Александр, мы продолжим. А прямо сейчас рубрика «Ветаптечка». Здравствуйте, уважаемые владельцы домашних животных. Грамотный владелец всегда обратит внимание на какие-то проявления. Давайте начнем, наверное, с нарушений пищеварений. Если ваше животное, если вы стали замечать у животного, скажем, отказ от корма, рвоту или понос, это уже первые признаки того, что у животного наблюдаются какие-то нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Рвота может быть вызвана, как, скажем, паразитами, которые живут в желудке или в кишечнике. Это может быть вызвано некачественным кормом, другими причинами. Конечно, лучше всего сразу обратиться к ветеринарному врачу. Но, в принципе, существует ряд препаратов. Скажем, Витом-1.1 в разных пакетах, в разных фасходах есть. Препарат называется Витом-1.2. Существуют другие препараты, которые можно купить в зоомагазинах, в сети Витом-1.2. Аптеки центральные на рынке на первом этаже, которые, ну, желательно, после консультации с ветеринарным врачом, можно самостоятельно давать животное. А вообще, чем особенно эти пауки? Почему вот вы выбрали именно этого паука? Есть пауки древесные. Они отличаются вот как раз тем, по вопросу по паутине. Они плетут красивую паутину, большое гнездо с несколькими выходами, живут в нем, охотятся активно, прыгают, ловят летающую пищу. А эти? Эти – это норный. Вырывает норку, сидит, ждет, когда еда придет к нему. В крайнем случае, когда сильно голодный, ночью выходит, где-то рядышком охотится. Вот взрослый паук может прожить без пищи больше, чем скорпион. Это до года, без вреда для здоровья. Единственное условие, чтобы была вода. Александр, скажите, какие условия содержания нужны, чтобы вот паучок наш не заболел, хорошо себя чувствовал? Ну, это так же, как и скорпиону. Это немного повышенная температура, в отличие от нашего климата. И влажность. Расскажите, были ли у вас случаи, что вот ваша муся сбегала от вас? Да, были такие случаи. Да, ладно. Правда. Какой ужас. Так. Ну, я почему-то сильно не беспокоился по этому поводу, потому что насекомое достаточно крупное, и уйти далеко, наверное, вряд ли смогло бы. Нужно соблюдать все-таки меры какие-то безопасности, осторожности при обращении с такими животными. Действительно, потому что мало ли что могло случиться, куда он мог заползти. Ну, вряд ли бы он полез к человеку. Нет, ну, что-то мог себе сделать, какую-нибудь щель забраться или еще что-то. Ну, да. При этом, как бы, животное могло пострадать, потому что стремилось бы спрятаться. Александр, удивительные у вас друзья, ваши питомцы, очень необычные, очень редкие и, так сказать, на любителя. А если вы ищете друга, тогда прямо сейчас, внимание, рубрика «Ищу друга». Она осталась жива только потому, что она родила щенков и была подпитана. Спряталась рожать, и поэтому осталась жива. Всех остальных отловили. Мы назвали ее Лаской, потому что, ну, она на самом деле очень ласковая собака. Очень умная, она мама хорошая. Вообще собачка очень умная. И имя Лаской очень подходит. И потом она очень красивая. У нее что-то есть от спаниельки, лапки в горошек, носик в горошек. Да, ласковая собачка. По характеру она очень хорошая, ласковая, добрая собачка. Понимает все. Да, ты собаке нужна семья, нужен друг. Нужен друг, настоящий друг. Она будет служить преданной, верной, будет любить. Субтитры создавал DimaTorzok Если вам понравился наш сегодняшний герой, тогда звоните по телефону прямо сейчас. Александр, расскажите, вот как, откуда такое пошло? Как сложилось так, что вы начали увлекаться вот такими необычными животными? Я смотрю, здесь вот огромное количество коллекции такая, жучков, паучков. Я так понимаю, что это с детства у вас идет. Ну, не совсем с детства. Любовь к животным вообще, да, она с детства была привита моими родителями, бабушкой с дедушкой. Вот, любовь к гадам. К гадам. Нежно вы так сказали. Да, это вот у меня от моего папы. Он всю жизнь обожал черепах, змей. Как бы я пошел дальше, мне нравятся насекомые. Ну, а как вот друзья, родные вообще относятся к вашему увлечению? Все ли поддерживают? Ну, все поддерживают, но не все кормят. Боятся, с настороженностью относятся. Ну, интересные животные. Это экзотические для нас как бы. Вот мне интересно, случится так, что вы соберетесь куда-то в отпуск, отдыхать, уехать. Вот на кого есть человек, на кого можно оставить этих животных? Чем эти животные хороши? Не нужно искать человека, на который их оставить. Тяжело содержать кошку, собаку. Уезжая куда-нибудь, даже на два дня, на тот же Байкал летом, нужно беспокоиться, на кого оставить. Кто придет, кто покормит, кто выгуливает и прочее. Здесь нет. Вы можете уехать, тут же поменять свои планы, остаться еще, уехать куда-то еще. Прям как утарая для хозяев. Да, это животные для ленивых, для забывчивых, для занятых, людей занятых. Но главное все равно не расслабиться, потому что глаз да глаз за такими, тем более, хрупкими созданиями. Да, здесь главное не перейти в какую-то грань, то есть черту. Когда животное просто погибнет, либо будет болеть, чувствовать себя нехорошо. Действительно. Александр, хочу поблагодарить вас за возможность знакомства с такими редкими, необычными животными для нашего города Ланде. И пожелать вам всего самого лучшего, успехов в вашем хобби, чтобы ваши питомцы всегда радовали вас. Спасибо большое. В свою очередь тоже в вашей передаче, чтобы вас смотрели. Спасибо. Можно чаще и больше. Спасибо. Сегодня мы говорили об экзотических домашних животных, таких как императорский скорпион и паук-птицеед, брахипелма-албаспелозум. На вид они выглядят устрашающе, но, как оказалось, эти создания могут быть вполне добродушными. Главное найти к ним подход. Ну и в завершении, по традиции, самое смешное видео с вашими питомцами в главной роли в рубрике «Настоящий талант». Этот попугай по кличке Микеша стал звездой Ютуба. Скажу честно, без комментариев. И ваш питомец умеет делать что-то особенное. Тогда он обязательно должен стать героем рубрики «Настоящий талант». Снимайте его на видео и отправляйте нам по адресу dz-tv-sobacomile.ru. И он звезда экрана. Действуйте. Как сказал немецкий философ Артур Шопенгауэр, сострадание так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком. Ну а это была самая добрая программа «Домашний зоопарк». Я Елена Краснопеева. Увидимся в следующую субботу на телеканале ТВКОМ. Хорошего настроения. До встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином «Стильный город». Магазины «Братец Кролик». Аквариумы и террариумы на заказ. Для любых видов животных и по доступной цене. Телефон 62 15 44. Магазины «Братец Кролик»